6 сентября начинается досрочное голосование по выборам депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 6-го созыва. О том, как в Гомельской области проходит избирательная кампания, нам сегодня расскажет председатель Гомельской областной избирательной комиссии по выборам депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 6-го созыва Николай Николаевич Стош. Добрый день, Николай Николаевич. Добрый день, Евгений. На данный момент сколько кандидатов ведут борьбу за депутатские мандаты и по каким округам наблюдается самая большая конкуренция? В настоящее время в области зарегистрированной продолжают предвыборную борьбу за кандидатские мандаты 67 кандидатов. В целом у нас было зарегистрировано 74. Затем 7 из них без объяснения каких-либо причин и без каких-либо претензий со стороны избирательных комиссий сняли свои кандидатуры с предвыборной гонки. В настоящее время наиболее высокая конкуренция это в областном центре, в округах областного центра, а также соответственно в Светлогорском, Рогачевском и Хоникском избирательных округах. Наименьшая конкуренция, то есть два человека это в Водокошелевском округе. Как кандидаты воспользовались своим правом на выступления по радио, по телевидению? Смотрели ли вы эти выступления и что-то интересное для себя отмечали в речах кандидатов? В настоящее время завершается практически выступление по телевидению и радиовещанию кандидатов депутаты Палаты представителей со своими предвыборными программами. Я хотел бы сказать сразу, что не все, к сожалению, кандидаты воспользовались даже теми возможностями, которые предоставило им государство. То есть выступлением бесплатно по государственному телевидению и радио. К сожалению, 10 кандидатов в депутаты отказались выступать по телевидению и радио со своими программами. Чем нынешняя компания отличается от всех предыдущих избирательных компаний в Гомельской области? Это, прежде всего, активное участие в избирательной кампании политических партий. Ведь сегодня из 67 кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 6-го созыва, 42 являются представителями 8 политических партий. Это достаточно высокий, это более 62% результат и это достаточно высокая активность. Второе, из года в год практически повышается качество сдаваемых документов в окружные избирательные комиссии от претендентов на кандидатский мандат. В этом году у нас работало 57 инициативных групп, которые собирали подписи избирателей для выдвижения того или иного кандидата. Следующий момент – это участие кандидатов в теледебатах. В настоящее время в теледебатах заявили участие 29 из 67 кандидатов. Это, конечно, немного, но процесс этот новый, поэтому, может быть, некоторые не готовы к нему. Они представляют 10 избирательных округов. Конечно, хотелось бы, чтобы практически все кандидаты участвовали в этом, чтобы избиратели могли воочию видеть, что представляет из себя тот или иной кандидат, как они продвигают свои предвыборные платформы. 6 сентября начинается досрочное голосование. Есть ли проблемы на данный момент с организацией этого процесса? И как готовы избирательные комиссии к этому этапу выборов? 6 по 10 сентября будет проходить досрочное голосование. 11 сентября – непосредственно день голосования. Данный вопрос уже практически отработан Гомельской областью. Участки для голосования подготовлены. Подготовлены участковые избирательные комиссии. Были проведены с ними тренинги по знанию избирательного законодательства. Решены все вопросы, связанные с обустройством, то есть телефонная связь, помещения оборудованы, кабины для голосования. Имеется соответствующее необходимое количество урн для голосования. И в настоящее время мы готовы к проведению голосования. Голосование будет досрочно проводиться с 10 до 14 часов, затем с 16 до 19 часов ежедневно. Где и как избирательно можно будет проголосовать? И есть ли какие-то ограничения? То есть все ли граждане могут воспользоваться этим правом? Участие в голосовании досрочное, но может участвовать любой гражданин Республики Беларусь, которому исполнилось 18 лет, значит, и достигших в день выборов, или которому в день выборов исполнилось 18 лет. И, соответственно, он должен прийти на свой избирательный участок, предъявить один из тех документов, которые сегодня определены Центральной избирательной комиссией, а это, прежде всего, паспорт, водительское удостоверение, удостоверение государственного служащего, соответственно, студенческий билет, пенсионное удостоверение или удостоверение инвалида, соответственно, либо справку из милиции в случае утери паспорта. И, соответственно, получить бюллетень и отдать свой голос за того или иного кандидата. Спасибо, Николай Николаевич, за интересную беседу. Пожалуйста.